Добрый вечер дорогие друзья. Пятый решающий матч серии плей-офф за бронзовые медали чемпионата России женской волейбольной суперлиги, в которой встречаются Московская Динамо и Ленинградка Санкт-Петербург. С вами сегодня Елена Кодина. Товарища еще матча серии за бронзовые медали чемпионата России 20-24. Хороший прием у Ленинградки. Передача четвертой зоны. Ее завершает успешным ударом и последней подачей, которую выиграла Ирина Королева. Снова сложно. Игрока передней линии Маргариту Курила подавала Королева. Гончарова не забила. И Московского Динамо очень сложно организовать атаку, но будет пытаться. И Курила бьет сложнейший мяч. Не стало это сюрпризом для Анны Мельниковой. В зону решили сыграть волейболистки Ленинградки. Анна Шевченко. Романова четвертой зоны, конечно. И сама высокая Валерия. И хорошо. Снова подача в Перейру. Старцева пасует капитану Гончаровой. Переходящий мяч. Сама Евгения борется. Но мяч у Ленинградки Юлия Кутюкова скидывает. Сложнейшие условия для атаки у Маргариты Курила. Там выполняет обманный удар, видя перед собой двойной блок. А там уже подстраховать никто не успел. Благодаря своему трудолюбию Московская Динамо набирает очко. Есть еще одна защита. Будет контратак. Гончаровой немножко низко, но скидывает в сложных условиях Кутюкова. И тоже очень умно поступает Юлия. Останавливает руку во время удара. Еще 14-14 продолжает Евгения Старцева подавать. Загоняет в угол первой зоны Валерию Перу. Опять можно пасовать только Кутюковой. Немного неверно Динамо в защите сыграли. Зато снова Перу. Молочина всех выручает. Уже теперь против Анастасии Горилик. И переместилась Наталья работать. То же самое делает Ленинградка. Против двойного блока Ирина Королева атаковала. Взлет. Но как превосходно сыграла Либера. У подачи в Кутюкову и вообще в середину площадки ее загнали. Так что передачу можно было дать только на заднюю линию Анастасии Горилик. Так и вышло. Горилик не забил. У Московского Динамо была очередная возможность контратаковать. Есть прием у Московского Динамо. Из-под взлета передачи в четвертую зону Маргарите Курила. Ленинградка смягчает на блоке организовывать свою контратаку. Безуспешно. Но и Московская Динамо. Против одиночного блока выводит Наталью Перейру. Анастасия Горилик сейчас вот интересную комбинацию закрутила Анна Шевченко. 19-19 сравнивается счет. И все преимущества Московского Динамо растаяло на глазах. Вот еще и прием подачи на сторону соперника. И прием получше. Атаковать все равно сложно. А контратака в Ленинградке идеально из четвертой зоны. Снова поверх блока. Снова нет приема и нет атаки у Московского Динамо. И опять Валерия Романова доверена атаковать. Скидка. Москвички с трудом подняли мяч. И опять Романова. И теперь неудобно Валерия. А Московский Динамо будет. Не будет. Атаковала Гончарова. Хорошая защита в Ленинградке. Не справляется сейчас. Боже мой. Я не могу это комментировать. Но вы видите вот это? Интересно. Смотрят, наверное, еще и дети из детской спортивной школы. Которые вот все это чудо наблюдают двумя руками. Снова проблемы на приеме и подаче. И уже, конечно, реализовывать атаку в таких условиях невозможно. Очередная атака в блок. И сетбол Венинград. Динамо опускается в последнюю погоню в первой партии. Валерия Романова из второй зоны. Пасовать некому московскому «Динамо». Умница Пипунырова смогла достать мяч, который летел в ее зону после защиты. Неудобно было Горелик. Скидка. Сложно понять отсюда. Отрицают касание блока москвички. Видим, пальцы Екатерины Пипуныровой трогают мяч. И первый сет за Ленинградка. 24. 25. 25. Благодаря этому ошибкам и результативному блокированию. Ну и на подачу воздействие хорошее оказывает Ленинградка. Тем не менее удалось вывести Гончарову на атаку. Валерия Романова атаковала у Ленинградки. И тут же достается передача. Вновь вышедший Капустина и у Динамо. Отбивается отчаянно, борется в защите Ленинградка. Нет возможности организовать атаку. И вот Капустина уже третий раз в этом розыгрыше пытается пробить блок Ленинградки. Не получается. А на Мельникова на зоне. Теперь уже московская Динамо спасает мячи в защите. А Валерия Романова длинным ударом атакует по блоку московского Динамо. Капустина хорошо принимает. Решает Старцева вывести атаку Викторию Бушину. Прошлая партия хорошо получалась. Хорошая подача Горелик в Перейру, которая теперь из второй зоны. И принимает участие в приеме. И атакует, и блокирует. Замоподача Гиле и Кутюковой. Неудачный прием. Переброс двумя руками. Простой мяч у московского Динамо. Атакует Гончарова. Но каким-то чудом блокирует ее Королева. Смогли ласточки подстраховать. И еще одну контратаку организовать. И уже Ирина Капустина забивает девятую очко. Кушина на подачу в Кутюкову. Екатерина Полякова пыталась атаковать переходящий мяч. Но ей не что-то не мешало блокировать Полякова. Но тем не менее. Валерия Романова отыгрывается от блока. Передача на другую часть сетки для Горелик. Московская Динамо хорошо в защите играет. И Капустина на этот раз точно сравнивает счет. 12-12. Ирина Капустина на другую часть сетки для Горелик. Гончарова подача в Кутюкову. Валерия Романова из четвертой зоны. Когда свободна она и хорошая передача летит. И отыгрывать подачу соперника. А вот Анна Мельникова не подает в аут и сетку. А затрудняет прием и соответственно организацию атаки. Московскому Динамо. Но москвички на блоке. Дотерпели. Смогли все-таки. Снова сложности у Динамо. Страхует Максимова скидку. Гончаровой. А Переира во второй зоне смогла заблокировать атаку. Конечно даже и порой превосходит. Московская Динамо. Я сказал за ему понимание. Как здесь не готова была Валерия Романова к передаче. Которую ей дала Анна Шевченко. Он являет свой капитанский характер. Скидку Максимова поднимает Кушина. И снова Гончарова в атаке. Защищается Шевченко. Опять без атаки Ленинградка. И Гончарова снова бьет. Ну вот смягчает хорошо блок Ленинградки. И вот так вот. Ну что тут сказать. Бросила Московская Динамо играть. После того как Валерию Романову блоком закрыли. То Юлию Максимову оставили уже вообще без внимания. Выдвинулась вперед для страховки. Атака прошла как будто бы пустую площадку. Еще одна атака Максимовой. Теперь уже против двойного блока. Но слишком разрозненного. Игран ободача Московским Динамо. Валерия Романова атакует. И да, мяч в защите подняли. Но ничего не могла сделать Анна Подкопаева. Кроме как двумя руками его поднять. Снова передача Перерри. Опять ее останавливают блоком. Атака Ирины Капустиной. Повторная атака. Площадку показывает линейный. В ауте. Да, немножко. Но в ауте. И Ленинградка выигрывает вторую партию. И Московского Динамо. Скидка Шевченко. Старцева поднимает ее. Опять Гончаровой нужно решать. Прижимает мяч к блоку. Страхует Королева. Накат Кутюковой. По блоку Московского Динамо. Хорошо прием Ленинградки. Ведь принимала Вибера. Валерия Перова. Романова в атаке. Хорошо защищалась Курила. Сама же атаковала. Но Валерия Перова отлично защищается. В Ленинградке. Но и блок Московского Динамо. Но в нужные моменты все-таки порой то, что сейчас произошло. Это не очень удачный прием. Попытка сыграть первым темпом. А сейчас прием чуть лучше. Но и атака могла быть только от Маргариты Курилой. Все-таки огромное количество ошибок у Московского Динамо. Что в четвертом матче, что и сейчас, не дает продолжать борьбу. Нормально. Вот только, пожалуй, действие, как я уже говорила, Натальи Гончаровой. Атаку Поляковой поднимает Либера. Валерия Перова. Будет повторно атаковать на этот раз Гончарова. Переходящий мяч. Справляется и с этим Ленинградка. Но, правда, простой переброс на сторону московского Динамо. Динамовки вновь инуждены страховать. Теперь уже закрытый удар Екатерины Поляковой. Не забивает Кутюкова. Переера. Кутюкова защитен. В задней линии скидка Романовой. Поднимает ее Гончарова. И Переера фактически уже без блока. Казалось бы, что Горелик все-таки будет блокировать атаку Натальи Перееры. Но не стала прыгать у Анастасии. Смягчает атаку Гончаровой. Вновь Кутюкова в атаке. Как будто и нет блока как раз для Юлии. 14-9. Сбитый прием у Ленинградки. Но все равно будет атаковать Романова. Скидывает, как часто бывает уже. Снова Гончарова борется за блоком. Страхует ее партнерша по команде. Но уже третье касание совершить невозможно. Блокирует Гончарова вновь. Можно сказать, но... Гончарова пробивает на этот раз. Блок Ленинградки. Она могла выиграть концовку своей команды. Без атаки Ленинградка. Выходит старцевок сетки пасовать. Передача Гончаровой против двойного блока. Конечно, сложного. Есть защита. Ленинградка просто так перебрасывает мяч. И снова вторая попытка у Гончарова атаковать площадку по линии. Не дотягивается немного до этой передачи Королева. Но и спотыкается Старцева. И не может сделать нормальную передачу для Гончаровой. И очередная атака Ленинградки достигает цели. Юлия Кутюхова. Анатолия Гончарова резкая скидка. И 19-е очко зарабатывает. Кутюхова сама принимала и сама атакует. В угол пятой зоны. Конечно, очень редкие случаи. Контратака Ленинградки. Валерия Романова бьет переходящий мяч. Полякова удерживает на стороне соперника. И еще один такой же эпизод. Евгения Старцева сейчас находится на задней линии. И она помешала Ане Мельниковой завершить розыгрыш. Это ошибка. И бронзовые медали у Ленинградки. В пятом матче бронзовой серии чемпионата России женской волейбольной суперлиги. Благодарим вас за внимание. И до следующего сезона. Слишком большой перерыв, конечно. Но прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»